Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день, уважаемые участники вебинара! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашей новой вебинарной неделе. Наша текущая вебинарная неделя будет короткая. Она предпраздничная. Будет состоять всего из двух вебинаров. Сегодня и завтра. И сегодня нам предстоит очень интересный вебинар. Я эту тему давно лелеял и с удовольствием нашел для вас интересного спикера. Впрочем, об этом чуть-чуть попозже. А сначала, как всегда, некоторые сведения о Директ Академии. Где нас найти, как зарегистрироваться и так далее. В самом начале нашего чата красным шрифтом вы можете увидеть надпись. В ней две ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академия. На ее главную страницу, где располагается наше расписание на текущий учебный год. Вплоть до июня месяца 2018 года. Обращаю ваше внимание, что в этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары, которые в нем уже присутствуют. Включая самые-самые дальние. Обращаю ваше внимание, что пополнение числа спикеров нашего вебинарного проекта все время растет, пополняется. Вот не далее, как в конце прошлой недели новые интересные спикеры у нас появились. Ну, подробнее о них, наверное, расскажу в рассылках. И, может быть, где-нибудь еще в другом месте. А сейчас вот так вот скажу двумя словами, что в конце, в третьей декаде марта у нас планируются вебинары, в частности, от Теплицы социальных технологий. Это из новых, я называю, те вебинары, которые появились совсем недавно. От Теплицы социальных технологий. Совершенно замечательный проект. И второй вебинар, собственно, от Википедии к нам придет, ну, можно сказать, ну, не буду их ставить по порядку. Первый, второй. Исполнительный директор некоммерческого партнерства Wikimedia.ru, Стас Козловский. Вот, ну, то есть, это практически первый уровень в русской Википедии. И проведет вебинар о Википедии, что она из себя представляет, что она не представляет. Как известно, у нас наше сообщество вузовское не очень Википедию ценит и использует. Ну, вот, одной из моих целей является как раз повышение взаимного, так сказать, взаимного восприятия вузов и Википедии. Вот, и вот этот вебинар, он будет вполне в этом ключе. Да, ну, что-то я заговорился. Вторая ссылка, это ссылка на записи всех наших вебинаров. И запись этого вебинара тоже ведется. Ну, и, наконец, давайте я вам проанонсирую, как всегда, два следующих вебинара, которые состоятся в ближайшее время. Вот эти вебинары. Один из них состоится завтра. Это вебинар использования ЭБС Библиошколы в школьном образовательном процессе. Юлия Долбилова проведет этот вебинар. Это наш продуктовый вебинар. Библиошколы – это один из продуктов компании Директ Медиа. Вот, да. Ну, ко всему прочему, хочу сказать, что этот вебинар завтрашний будет сотым в этом учебном году. Вот дожили мы с вами до сотого вебинара. И второй вебинар уже состоится на следующей неделе. В следующий понедельник, через неделю, Наталья Логачева проведет вебинар «Как начать подготовку к диссертации. Семь важных шагов, без которых не обойтись». Вот. Ну, актуальная тема для вузовских преподавателей, насколько я знаю. Приходите. С Натальей всегда интересно. Ну, что ж, собственно, у меня все. И я передаю слово сегодняшнему нашему спикеру Петру Александровичу Ухову для того, чтобы осветить сегодняшнюю замечательную тему про 3D-печать. Петр, прошу на связь. Добрый день. Спасибо, Валу, за приглашение на такой замечательный проект «Директ-академия». Ну, я постараюсь рассказать как раз-таки о том опыте 3D-печати, который у нас накопился. Ну, немножко слов о себе. Я являюсь начальником управления электронного обучения Московского акционного института. Занимаюсь как раз-таки разработкой системы электронного обучения. Ну, и еще, между прочим, занимаюсь некоторыми студенческими проектами, в том числе и проектами, связанные с 3D-печатью. Поэтому за время как раз проведения этих проектов накопился определенный опыт, которым я и спешу поделиться, собственно, в этой презентации. Я надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно, то есть все у нас работает, техническое управляющее. Вижу, плюсики появились, значит, все у нас нормально. Итак, собственно, ну, давайте, наверное, начнем. 3D-печать – достаточно молодая технология. Ну, сразу хочу развенчать некоторые мифы о 3D-печати. Все-таки с помощью 3D-печати все подряд изготовить невозможно. Пока она имеет свои преимущества и недостатки и применяется для определенных целей и задач, в том числе и для целей и задач в обучении. Скажем, вот здесь вот я на вводной части нашего вебинара, на презентации разместил этого ждуна, он сидит и ждет, когда же все в вузах, в том числе начнут, в технических особенно в вузах, начнут использовать системы 3D-печати, печатать прототипы изделий, собирать технические объекты. Ну, собственно, и чтобы 3D-печать вошла уже в вузовскую среду, в том числе как одна из технологий для разработки изделий. План нашего вебинара – то, что я планировал вам рассказать. Первое – немножечко о целях обучения. Ну, и там, где мы применяли, в общем-то, 3D-печать, объекты для 3D-моделирования, которые мы создавали в рамках определенных проектов, и уже, собственно, такие примеры некоторых проектов, которые можно, ну, прямо сразу, если у вас есть 3D-принтер или есть желание использовать 3D-принтер, использовать в учебной деятельности. Немножечко о техническом проекте вообще в целом, то есть, потому что общий подход в любом случае будет поток к техническому проекту, и уже, собственно, более детально про среды 3D-моделирования, про 3D-принтеры, в первую очередь, конечно, для FDM-печати, потому что именно они применяются в обучении. У нас в Московском институте есть лаборатория, которая, в общем-то, промышленно применяет технологии 3D-печати, печатают из металлов, но это отдельная тематика, и, в общем-то, она связана больше с производством, чем с обучением. И немножечко такие тонкости о технологии FDM-печати, вообще о том, как напечатать какие-то объекты, как с ними работать, ну, и в конце, конечно, я отвечу на ваши вопросы, если они у вас появятся. Немножечко о целях обучения с использованием 3D-печати, то есть, где мы, вот, например, использовали 3D-печать. Самое интересное, что мы использовали ее даже для обучения самых маленьких в детском саду, печатали интересные объекты, я сейчас некоторые из них покажу. Цель здесь, конечно, развитие мелкой моторики, творческого мышления, в общем-то, саму 3D-печать они, конечно, не изучают. Дальше для детей постарше, они уже работают с простенькими средами мотория, могут это использовать. Собственно, дальше школьники уже с 5-го класса и выше, здесь уже подход должен быть единый. Подход к техническому проекту, то есть, фактически, они должны разрабатывать технический проект, с ним работать, ну, по определенной технологии, эту технологию я сейчас приведу, и уже создавать реальные объекты. Это самое интересное, когда они создают реальные объекты, они действительно работают, ну, в общем-то, это впечатляет и самих школьников, и иногда и преподавателей. Так, переместимся дальше. Ну, вот, проект такой интересный, простенький, для самых маленьких. Самое простое применение 3D-печати – это печать различных игрушек из филамента, ну, или, фактически, из пластика соответствующего. ПЛА, он является экологически чистым, ну, относительно, конечно, экологически чистым, безопасным с точки зрения печати, и может, как раз и применяется для печати игрушек. Самая простая технология, есть большое количество ресурсов с 3D-моделями, в том числе 3D-моделями игрушек. Некоторые из этих ресурсов я тоже сейчас покажу попозже, с которых можно скачивать 3D-модели, печатать на 3D-принтере настроенном, да, и потом, вот, например, дети у нас раскрашивали эти модельки гуашью. Очень интересно, впечатляющее. Отличие, конечно, от стандартных технологий только в том, что можно ее, ну, то, что называется сейчас, кастомизировать. То есть можно взять и ребенку распечатать ту модельку, которая ему интересно будет раскрашивать. Кому-то интересно миньона такого раскрашивать, кому-то самолетик, кому-то кораблик, кому-то еще что-то подобное. То есть, в общем-то, применение технологии исключительно в том, чтобы создать тот объект, который будет интересен ребенку. Еще огромное количество разных головоломок, моделей для сборки с детьми есть прямо вот на этих же сайтах для 3D-моделирования. Вот я привел пример, такую вот модельку ракетки, мы печатали ее легко собрать. В общем-то, ребенок в детском саду ее может совершенно спокойно собрать и тоже много впечатлений это оставляет. Вот, работа, в том числе, это мелкая моторика, ну, и вообще детям это интересно. По крайней мере, я попробовал это на своей дочке, вот этот вот миньон здесь нарисованный, да, это моя дочка раскрашивала в свободное, что называется, домашнее время. Было очень интересно и забавно. Следующее, для детей постарше, с 1 по 4 класс, здесь в основном 3D-печать может использоваться как дополнение для различных курсов. Ну, вот, например, стандартные курсы по конструированию, которые мне очень нравятся, это лего-конструирование. Один из курсов, ну, нет выдержки из этого курса, здесь приведены. И, в общем-то, когда они создают объекты, ну, то те же самые кабины самолетов, какие-то детали подвижных машинок и тому подобные объекты, очень интересно им допечатать какой-то компонент этой машинки. Конечно, сами они ее не всегда могут смоделировать, практически никогда не могут смоделировать. Единицы могут в простых средах что-то нарисовать, что-то соединить и дальше допечатать. Здесь, конечно, это роль преподавателя, чтобы развить интерес, допечатать какие-то уникальные объекты. Есть, кстати, ряд таких проектов по печати объектов, которые дополняют лего, расширяют их характеристики. И потом уже можно, в общем-то, создавать очень интересные объекты даже и на базе имеющихся лего-систем, имеющихся контроллеров, лего-нxt, для создания роботов, создания подвижных объектов и так далее. Для всех же последующих, вот, скажем, уже старше пятого класса, я бы рекомендовал подход к 3D-печатанию, ну и вообще подход к проектированию как к проекту. То есть сам школьник должен сформулировать идею проекта, в общем-то, ее каким-то образом при помощи преподавателя либо учителя проработать, доработать, ответить на ряд ключевых вопросов, после этого провести поиск аналогов, действительно уже много проектов реализовано, в том числе и с 3D-печатью, провести экономический расчет, что вот практически никогда не видел в проектах, когда считается именно экономика, так как сама 3D-печать по себе, это, в общем-то, создание объектов из пластика чаще всего, но при этом что-то же нужно в них вкладывать, какую-то начинку, либо электронику, либо соответствующие объекты туда вставлять механические, либо, ну что там, обычно у нас электроника и механика входят в состав этих проектов. Они, естественно, стоят денег, их нужно как-то покупать, где-то доставать, и после этого с ними можно работать. В том числе и планирование закупок. Например, когда мы работали со студентами, ну я сейчас это тоже покажу, ряд действительно объектов, которые мы создали, которые планировали закупить, они просто не пришли по причине логистики, зависли на таможне, либо просто исчезли где-то, растворились в бескрайних просторах Китая, собственно, и мы не смогли дальше доработать, вот как минимум два проекта у нас таким образом потерпели крах, потому что просто они не уложились в учебный семестр. Дальше, третья часть, это проектирование прототипов. Для этого применяются различные кадровские среды, в том числе для школьников есть простые среды, которые работают онлайн, с ними легко работать. Три следующих пункта как раз здесь, технологии 3D-печати я буду в основном рассказывать, это расчет материалов, подбор параметров самой технологии, изготовление, сборка, тестирование, ну и собственно использование разработанного объекта. В качестве примера первого этапа, ну вот, например, мы работали со школьниками, такой проект, как автоматический полив цветов. Просто была сформулирована идея, хорошо бы поливать цветы, скажем, тогда, когда нас нет дома. Значит, при этом самое главное здесь не загубить эту идею различными дополнительными вопросами, а всячески ее развить, собственно, с ней поработать, с этой идеей, довести ее до конкретного приложения. Здесь на выходе, в общем-то, в идее должен быть так называемый подход минимального жизнеспособного продукта. Я надеюсь, с ним многие знакомы. То есть нужно создать какую-то, скажем так, уже идею какого-то объекта, который будет создан. Ну, из идеи, например, школьники у нас сейчас сформулировали очень интересную идею. Будет самолет-носитель лететь с набором дронов, которые будут сбрасываться в заданном квадрате и проводить разведку местности. Вот можно было, например, взорвить эту идею, но вроде как ее сложно реализовать, сложно собрать эту технологию. Но, тем не менее, путем постоянного развенчивания, задавания вопросов, сейчас эта идея находится на такой уже близкой реализации. Да, тут многие, значит, спрашивают, да, презентация у вас будет в открытом доступе, в том числе у вас в открытом доступе видеоролики, которые я буду показывать. Все можно скачать. В презентации есть все ссылки, поэтому я, в общем-то, быстро по ним проскочу. И тоже презентация для вас доступна в открытом доступе. В качестве примера одного из таких проектов, вот по поливу цветов, например, когда уже у нас школьники искали аналоги, они наткнулись на замечательный такой проект FarmBot. Вот сейчас я вам покажу видео про этот проект, который частично тоже создается с использованием 3D-печати, частично создается из покупных компонентов, электроники и, в общем-то, стандартных технических компонентов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот этот вот FarmBot, самое интересное, что эти проекты открытые. То есть, например, вот этот проект FarmBot, он полностью открыт. В нем есть набор 3D-моделей, вот эти насадки, которыми робот поливает грядки. Это действительно модели в формате STL, разработанные под печать на 3D-принтере. Их можно распечатать, их можно собрать и, в общем-то, реализовать вот этого FarmBot у себя фактически, ну, я не знаю, там, на приусадебной участке, либо вместе со студентами где-то в лаборатории. Тоже в качестве интересной такой находки. Но, тем не менее, школьники, когда просматривали вот этот вот проект, они нашли эти аналоги, посмотрели, как это все работает, действительно. И после этого уже перешли к планированию, в общем-то, закупок. Ну, нужно же купить, помимо того, чтобы купить из пластика, значит, вот эти вот объекты, да, то есть нужно еще и купить определенную часть электроники. Поэтому вот здесь вот как раз второй пункт, он очень важен, нужно еще посчитать экономику проекта, то есть сколько это будет стоить в реальности. Вот здесь приведен пример расчета стоимости автоматического полива цветов того проекта, который был, в общем-то, ими предложен. То есть будет емкость какая-то, будет датчик, контроллер, который будет по определенному алгоритму поливать из емкости эти цветочки. Ну, собственно, в зависимости от изменения влажности. Вот, скажем, цена этого проекта вышла всего лишь 3,5 тысячи рублей. То есть покупка всех компонентов связана с электроникой. Ну, сразу скажу, что есть и более дорогие проекты, там, по 30, по 32 тысячи, когда необходимо определенные компоненты покупать. Причем, к сожалению, к сожалению, в России купить некоторые компоненты либо очень дорого и долго в том числе, либо просто иногда невозможно. Поэтому вот с импортозамещением все-таки у нас есть проблемы. Чаще всего мы заказываем, конечно, в Китае. При этом еще в том числе, это действительно реальная жизнь, реальный проект, сталкиваемся с тем, что иногда электроника не приходит. То есть мы уже столкнулись с тем, что у нас по проектам не пришло примерно 4 посылки, которые просто были задержаны на таможне, в связи с тем, что либо это большое количество микросхем, например, операционные усилители, оказалось, что эти микросхемы дешевле купить 50 штук в Китае, нежели 5 штук в России. Поэтому мы заказали 50 в Китае, но они в итоге не приехали, пришлось покупать 5 в России. То же самое вот здесь вот такой вот интересный мотор-редуктор представлен. Он использовался в проекте открывания-закрывания форточки, то есть это уже студенты делали, измерение температуры в помещении, и мотор-редуктор открывает-закрывает форточку. К сожалению, проект потерпел крах, не был выполнен семестр, то есть в течение полугода, и с тем, что вот эта ключевая деталь просто не пришла. Ну и в общем-то у студентов тоже, когда обучаются этим вопросом, это действительно очень интересно. То есть как они будут решать проблему с тем, что действительно деталь не пришла. Оказалось, что проблему решить практически невозможно, потому что аналоги стоят явно не 680 рублей, да, а аналог мы нашли за 5,5 тысяч в России производства. Но это было в рамках бюджета проекта довольно долго. Следующий этап это, собственно, ну тут еще такой вопрос, иногда электроника может отказать. Конечно, электроника тоже отказывает в том числе, но это уже следующий этап проектирования. Дальше 3D-проектирование. Собственно, в средах для проектирования, некоторые из них, я покажу, разрабатываются, прототипы изделий. Причем здесь очень важно разработать модель уже с учетом возможных модификаций. В том числе с этим сталкиваемся постоянно. Когда приходят, например, какие-то металлические части или элементы конструкций, в них посадочные размеры иногда не соответствуют спецификации. В том числе даже в стандартных, вроде бы, объектах. Например, в электронике Ардуино, да, платы, для них есть четкие спецификации для корпусных изделий. Тем не менее, иногда раз и одно отверстие сместили на один элемент. При этом, естественно, студенты и школьники могут быстро это поправить в 3D-модели и распечатать уже соответствующую модель под конкретный объект, который пришел. Теперь то, что касается изготовления и сборки. Вот как раз к вопросу, что электроника может не работать. Мы проекты стараемся строить пошагово, так, чтобы изготовление и сборка шло определенными частями. Здесь как раз представлен проект по автоматическому поливу цветов. Он выполнялся в несколько этапов. То есть, первое, разработан был вот этот вот датчик для полива автоматического цветов в системе 3D-моделирования. Дальше он был распечатан. И вместе с насосом, который, собственно, поливает эти цветочки, протестирован. Работоспособность системы была подтверждена. Следующий этап как раз именно связан с тем, что проект должен работать без электричества. Была протестирована зарядная плата, возможность зарядки аккумулятора от вот этих вот солнечных батарей. То есть, как раз таки произведен тест зарядки этого аккумулятора. Действительно ли они заряжаются, если на выходе определенный ток требуемый. Ну и третья часть, уже когда подошла, собственно, оставшаяся часть электроники, была протестирована полностью работоспособность самого изделия, насколько оно по времени может работать, собственно, в определенных режимах. С подсветкой этого контроллера, без подсветки контроллера. Причем еще в процессе проекта сразу была сделана модификация. Например, вот на той смете, которую я до этого показывал, там у нас немножко другой контроллер, там Arduino Nano используется, и используется другой такой дисплей. Оказалось, что примерно в ту же цену можно получить цветной дисплей и плату Arduino Mega. Ну, собственно, исходя из этого, как раз тот, кто реализовывал у нас, девушка реализовывала этот проект, она как раз приняла решение о том, что мы будем покупать не то, а вот это. Естественно, здесь есть, конечно, сложности и с доставкой, и со временем реализации этих проектов. Но, тем не менее, вот везде, в каждой части из этого проекта используется 3D-печа. То есть, это и корпусные изделия, это и, собственно, держатели для этих солнечных батарей, и дальше уже корпус для самого полива с креплениями для насосов, там крепление датчика еще уровня и другие определенные компоненты. Немножко, вот здесь как раз целая страница ресурсов по 3D-печати. Мне больше всего нравится, ну, это мой скептический взгляд такой, вот эти первые два ресурса. Это 3D Today, великолепный ресурс, где есть много вопросов на ответы, где есть мнение экспертов, мнение и эксперименты тех, кто собирает 3D-принтеры, тех, кто увлекается 3D-печатью, именно FDM-печатью. То есть, не профессиональная, не печать фотополимерами, а именно FDM-печать, которая чаще всего как раз в обучении применяется. Вторая ссылка – это огромное сборище, огромный банк 3D-моделей. Именно он мне нравится за то, что там технические 3D-модели, и часто содержатся именно чертежи, которые можно модифицировать, можно доработать и, в общем-то, дальше распечатать. Огромное количество других ссылок. Здесь отмечу, сейчас расскажу про среду Autodesk, Tinkercad, которая позволяет моделировать, в общем-то, простые объекты, работать со школьниками и создавать простые объекты для 3D-печати. Ну и многие другие. На самом деле, чаще всего поисковая система, любая, Google, Яндекс, выдаст вам огромное количество ссылок по этой тематике. То есть, я бы не ограничивал список ссылок вот этим, огромное количество ресурсов. Отметить хочу вот эту среду Tinkercad, великолепную разработку Autodesk. Эта среда работает онлайн, то есть для ее работы ничего не требуется, ни установки программного обеспечения, ни, в общем-то, каких-то экзотических технологий, трехмерных там апплетов. Все работает прямо онлайн с портала компании Autodesk. В этой среде можно достаточно простым образом создавать трехмерные модели. При этом процесс создания, ну, простой. Он состоит из трех основных этапов. Вы вставляете примитивы, заранее графические трехмерные примитивы, которые уже разработаны, созданы в этой среде, после чего их регулируете, изменяете их размеры, расположение, объединяете при необходимости и получаете, в общем-то, уже готовый объект для 3D-печати. Позволяет моделировать не только какие-то простенькие объекты, типа цилиндров, конусов, а, в общем-то, вот здесь представлены внизу некоторые модельки, которые сделаны как раз с использованием этой скидки. То есть, это достаточно сложные модельки. Ну, насчет, конечно, создания вот такого рода фигурок и всяких произведений искусства в этой среде это довольно сложно. То есть, здесь нужен определенный навык. Ну, скажем, для создания конструкции, вот в рамках курса Лего, создания конструкции высотного дома, да, там, панельной какой-то там, на гриташке, эта среда прекрасно себя зарекомендовала. Там ничего сложного, можно добавить эти компоненты, их создать, вставить, и после этого, в общем-то, распечатать на 3D-примитивы. Вот таким вот образом выглядит окно редактирования этой среды. То есть, вы можете добавлять компоненты, которые расположены справа. Ну, набор этих компонентов, конечно, заранее ограничен, то есть, вы не можете создавать какие-то новые примитивы, но и этих компонентов уже достаточно для моделирования весьма сложных объектов. После этого, как вы их добавили, их можно отрегулировать. Вот здесь вот я специально порегулировал некоторые размеры, то есть, можно изменить диаметры, высоты, расположение этих объектов. Можно, например, ввести вообще текст определенный. Дальше эти объекты объединяются между собой в более сложный объект. Ну, например, дирижабль, чтобы сделать достаточно там цилиндра и вот таких вот параболоидов. Уже можно данный долг дирижабль сделать. То же самое касается и каких-то других простеньких достаточно объектов. Вот как раз для школьников эта среда, она достаточно проста и понятна. Еще некоторые такие интересные штуки в этой среде есть. Ну, такое расширение, что ли. Можно те объекты, которые вы создали, потом представить в виде блоков. Есть готовые конструкторы, в которые собираются в виде блоков потом эти объекты. И фактически распечатать недостающий, может быть, какой-то уникальный вам, необходимый вам блок. То же самое касается Lego. То есть, если вы что-то спроектировали в этой среде, нарисовали, можно нажать конвертер. Вот здесь есть такая панель как раз конвертирования. Нажать и отконвертировать вашу модель в Lego. То есть, в принципе, даже и 3D принтера вам не нужно. Можно нарисовать достаточно сложный какой-то объект, или здание, или еще что-то. Потом отконвертировать в Lego. Система сама выдаст, сколько каких-то моментов нужно купить. И, в общем-то, после этого покупается просто этот набор в магазине и собирается с детьми. В общем-то, здесь можно импортировать, по-моему, определенные среды, определенные модели. Мне кажется, формат STL она выгружает. Ну, вот внутрь загружать. Мы просто не пользовались этим. Мы создавали со мной среди, не могу ответить на вопрос. Можете проверить это сами. Среда бесплатная, общедоступная. Пожалуйста, пользуйтесь, работайте в ней. Для школьного образования вполне достаточно здесь функций. Особенно для младших, средних классов, для создания трехмерных объектов. Ну, конечно, со студентами мы уже работаем в более продвинутых средах. То есть, в основном, это уже профессиональные среды 3D-моделирования. Я здесь в презентации привел опыт моделирования в среде Solidworks, потому что у Московского авиационного института есть лицензия на эту среду. И, в общем-то, мы работаем по лицензии, используем эту среду. Причем не только сами чертежные компоненты, но и компоненты используем для производства. Это различные по ЧПУ станкам, и по печати, и так далее. Кроме этого, пожалуйста, можно создавать модели и в отечественных средах. Это и Компас, это и T-Flex, нужно по Autodesk Inventory создавать среды. В общем, создавать объекты, я имею в виду. При этом важно здесь как раз отметить, что со студентами мы, когда работаем, мы сразу работаем так, чтобы они могли модифицировать вот этот объект. Вот, например, здесь представлена сборка, которая собирается с профилей 2020, они легко заказываются, и уголочков там и так далее. То есть каркас какого-то объекта, ну, это была платформа для управления регулятором. То есть там надо было балансировать шариком. Такой интересный проект тоже. В итоге он тоже до конца, к сожалению, не дошел, хотя до уровня моделирования они дошли. Значит, здесь на этапе моделирования сразу уголки в сети сделаны таким образом, что их можно менять очень быстро с точки зрения среды. Это там один-два клика. При этом 3D-модель быстро адаптируется, быстро меняется. Еще очень часто мы применяем для студентов для моделирования трехмерных объектов. Это корпуса различной электроники, корпусные элементы техники и так далее. Ну, вот это вот представлен корпус для того же самого 3D-принтера, смоделированный в среде SolidWorks. Здесь важным является наличие всех вот этих вот отверстий технологических, которые нужны для вывода проводки, вот этих отверстий для разъемов, которые должны соответствовать электронике, которая внутрь будет вставлена, крепежных отверстий. Вот как раз пример привозил. А именно вот с этим корпусом была проблема, что сделали крепежные отверстия под Ардуино. В итоге оказалось, что Ардуино у нас не совсем стандартный, что из Китая. Быстро крепеж был поправлен, распечатан на 3D-принтере объекционный. Ну, это крышка от этого корпуса. Здесь стоит вентилятор. Это как раз тоже вопрос был к студентам, а как закрепить вентилятор. Вот посмотрели, разобрались, оказалось, что самое простое взять и расплавить паяльником вот эти вот штырьки. То есть ставили кулер сюда, расплавили эти штырьки, и все, у нас вентилятор закреплен. При этом важный момент здесь – это все допуски и посадки, потому что крышка должна вот по этим поверхностям, как примерно покажу, по всей плоскости, должна плотно садиться в корпус. Для 3D-печати тоже необходимо определять технологический, допуская студентами, мы это прорабатываем. И крепежи, чтобы крепежи вентились в пластик, ну, как минимум, они должны понимать параметры резьбы, размеры соответствующие, опять-таки, технологию изготовления, ту же самую усадку просчитать, чтобы это все у нас собралось в итоге. Технологически сначала моделируется это все в кадровских средах, чаще всего потом перегоняется в формат STL, стереолитографии, в стандартный первый появившийся формат, все 3D-модели в основном в этом формате. Он представляет из себя набор треугольников, то есть модель представляется как бы поверхностью из треугольников, из набора треугольников. После этого эта модель обрабатывается на специальной программе под названием Slicer, которая нарезает ее как бы слоями для изготовления на 3D-принтере. Дальше печатается, добавляем электронику, крепежи, ну и вот получили вот такой вот корпусной элемент для 3D-принтера. В нем внутри находится вся электроника. При этом он просчитан с точки зрения тепловых потоков, считали, чтобы охлаждение драйвера шаговых двигателей работало и так далее. То есть вся технология здесь внутри была определена и просчитана. Теперь немножечко уже, собственно, к самой 3D-печати. Ну, понятно, что объектов, которые можно изготавливать 3D-печатью, огромное количество, они разнообразны. Я привел только те, с которыми мы работали. Очень часто еще используются для цели искусства. Но для цели искусства здесь неважно, в общем-то, какие размеры будут. То есть самая интересная проблема в 3D-печати и, в общем-то, в обучении, это достижение заданных размеров, заданной точности, изготовления заданных объектов. Вот это самая сложная задача. Просто напечатать какой-то объект, скажем так, произведения искусства. Ну, вот у нас ребята печатали мыльницы разные, там тот же самый Ждун, который у вас был представлен в первом слайде презентации, тоже распечатан. Для него размер не важен, потому что он никуда не перекручивается, он не собирается. А вот для технических объектов размеры важны. Поэтому используются в основном для технических объектов 3 материала, которые я здесь рассмотрю. Первый материал – это АБС-пластик. Значит, в общем-то, АБС-анти... Значит, никак не запомню, как он полностью называется. Акрил-нитро-бутадиенстерол. Я даже специально здесь выписал. В основном везде называют АБС. И основное знать параметры этого пластика – это температура стеклования. следует отметить, что у пластика нет температуры плавления. Есть некая температура, когда он размягчается, температура, когда он становится текучим и так далее. Из этого возникает ряд проблем при 3D-печате. Самый популярный – это АБС-пластик. Цена порядка 2000 рублей. Температурный диапазон, в котором работает 3D-принтер – 210-250 градусов Цельсия. Основной недостаток у него – это чувствительность к ультрафиолету. То есть на Солнце данные объекты со временем либо желтеют, либо становятся хрупкими и могут просто выйти из строя. И второе – у него очень большая усадка при печати. То есть, когда на нем выполняется печать, нужно учитывать обязательно усадку. Есть ряд тонкостей по работе с этим материалом. Второй материал наиболее распространен для создания объектов таких уже, ну, даже, наверное, более не технических, а больше произведений искусства. Усадка у него меньше. Это ПЛА-пластик. Температура плавления – не плавление. Температура работы, скажем так, 3D-принтера, она несколько ниже. То есть это уже 200-220 градусов Цельсия. И за счет того, что у нее меньше усадка, можно получать более точные изделия. С толщиной слоя, ну, на практике мы делали толщину слоя порядка 50 микрон. Вот как раз на ПЛА-пластике это возможно. На БЭС-пластике 50 микрон практически невозможно. Действительно, именно этот размер достигнут. Еще материал, который применяется в технике, ну, здесь уже больше такой полупрофессиональный материал. На нем можно напечатать различные шестерни, несущие объекты. Это нейлон. При этом сразу от применения его, наверное, в образовании немножко предостерегут, потому что он токсичен. И, в общем-то, при плавлении выделяет довольно токсичные вещества. Необходимо помещение с хорошей вентиляцией, с хорошей вытяжкой. На практике применяется в основном, вот мы печатали на нем это зубчатые колеса. Хотя есть некоторые материалы уже разработаны, например, нейлон-618, который можно купить в магазине для 3D-принтера совершенно свободно. У него выделение токсических веществ значительно ниже. Но все равно он токсичен. То есть об этом надо помнить. Это все-таки вещество токсичное. И с ним соблюдать технику безопасности при работе. В отличие, скажем, от того же АБС, который вроде бы считается немножко токсичным, здесь все значительно греетнее. Теперь немножечко о самих FDM-принтерах. В настоящее время существует 4 основных семейства вот этих FDM-принтеров. Отличаются они кинематической схемой. То есть как этот принтер работает, как у него двигаются подвижные части, каким образом, собственно, он наносит материал. FDM, собственно, сама технология заключается в том, что послойно наносится материал из сопла, как бы наплавляется на модель. И вот вопрос, как это сопло и как модель будут двигаться в пространстве, как раз определяется кинематической схемой принтера. Первая появившаяся схема – это когда подвижная головка двигается по осям X и Z, а кровать или стол, на котором находится модель, называют BAT. Ход BAT, кровать и так далее для меня было тоже довольно новым, но тем не менее называют таким образом этот стол. И стол двигается по оси Y. То есть, вот, например, здесь на принтере можно увидеть, что по оси Y перемещается стол, а печатающая головка может перемещаться вот здесь по оси X и может перемещаться еще вот здесь по оси Y. Таких принтеров огромное количество. Здесь в презентации полная такая ссылочка на 2015, по-моему, год, по семействам этих принтеров. Причем некоторые из них имеются в виде комплектов, которые можно купить и собрать, некоторые из них имеются в виде промышленных образцов готовых, какие-то имеются в виде таких полупромышленных и маленьких партий. Здесь все на слайде и на соответствующем сайте, внизу справа я ссылочку на него дал, можно найти всю интересующую вас информацию. Недостатком вот этого семейства является то, что у нас по оси Y перемещается платформа вместе с деталью. Ну и, собственно, когда вы печатаете высокие какие-то детали и объекты, то часто бывает такое, что просто деталь отрывается от стола, она должна прилипнуть, и, в общем-то, отваливается. Вы не получаете результат, получаете полуфабрикат, недопечатанный, который никому не нужен, ну и идет в мусорное ведро. Второе семейство по времени появления, ну, которое я считаю наиболее перспективным с точки зрения кинематики, это когда у нас двигается головка по осям X и Y, а стол перемещается по оси Z. Собственно, сейчас самые точные FDM принтеры, обеспечивающие высокую точность, находятся именно в этом семействе. Сюда первые по времени возникновения, основные я называю все-таки MakerBot, я считаю, этот принтер самый основоположник, наверное, этого семейства. У него двигается, как раз, если видно здесь, перемещается головка по осям X, ну и вот здесь, в другой проекции, по осям Y. А дальше имеется крепление стола, которое позволяет его перемещать по оси Z. При этом сама заготовка не трясется при перемещениях, в общем-то, испытывает минимальные нагрузки, только нагрузки от сопла. То есть сопло, когда наплавляет материал на деталь, оно чуть-чуть, конечно, деформирует саму деталь. Я пример покажу, как раз, одну из деталей, которую нам не удалось напечатать, именно из-за этой причины. Ну и сейчас достаточно высокоточные принтеры Altimaker, которые вот я здесь тоже... Это очень интересный принтер, сейчас он продается в готовом комплекте, и, в общем-то, среди FDM принтеров, наверное, является одним из лидеров. Ну, даже, наверное, пока непревзойденным лидером на данный момент по точности печати, по точности позиционирования. Еще два семейства, мало распространенные, ну, недавно появившиеся, это когда X двигается головка, и основание двигается по Y и Z. Здесь сразу скажу, мне оно, в общем-то, не нравится, потому что у нас двигается сама деталь, ну, она испытывает, естественно, изгибное напряжение от платформы, и, в общем-то, с большой вероятностью, высокие детали, большие объекты, которые интересны для технических приложений, они будут отваливаться от нагревательной платформы. Ну, если мы говорим об ABS-пластике. Еще одна из интереснейших разработок, только недавно появившаяся, это Delta Print. Значит, здесь достаточно перспективная кинематическая схема, но пока есть сложности с их настройкой, с их поверхкой. Как он работает? Есть три вот таких стойки, по которым могут перемещаться линейно направляющие. И головка крепится, в общем-то, на шарнирах. При этом можно обеспечить, ну, это схема Delta-робота, так называемого, кинематическая. При этом можно обеспечить шесть степеней подвижности самой печатающей головки, то есть за счет вот этих трех перемещений. Очень перспективная схема, но пока технология не доработана. То есть пока данные Delta принтера, они отличаются не очень высокой точностью и сложностью в их поверке, в их корректировке, юстировке и так далее. Потому что здесь, чтобы проверить и достигнуть определенной точности, надо еще использовать мощный математический аппарат и закладывать это все в контроллеры 3D принтера. Ну, теперь, собственно, об основных параметрах в FDM принтера. У любого принтера есть основные параметры. Первое, это, конечно же, скорость печати. Причем чаще всего это максимальная скорость перемещения. То есть надо понимать, что вы с этой скоростью вряд ли будете печатать на 3D принтере. Вы просто не получите достижимого нужного вам качества. Это чаще всего максимальная скорость перемещения. Ну, сейчас скорость перемещения находится в пределах где-то 150 мм в секунду. У современных FDM принтеров максимальная скорость печати чаще всего составляет от 70 до 110 где-то мм в секунду. Надо сразу сказать, что от скорости зависит и время печати. То есть сколько вы будете по времени печатать этот объект. В общем-то скорость это очень важный момент. Дальше возможный материал для печати. Чаще всего определяется температурой, которая может максимально обеспечить нагрев вот этого сопла, которая послойно будет наплавлять материал. Такая картинка специально привел. Чаще всего сопло нагревается не более 260 градусов Цельсия, а это позволяет использовать в общем-то АБС, ПЛА, различные материалы на их основе. Например, вот ВУД. Это материал фактически на основе по-моему ПЛА пластика, который позволяет достигнуть текстуры дерева. Другие материалы, в том числе есть сейчас материалы резина фактически. То есть можно заправить проток и напечатать резинотехническое изделие. Тоже это поддерживается сейчас уже в ДМ-принтере. Следующий параметр – это максимальный размер изделия, который можно обеспечить стандартно порядка 200-200 на 200. Сейчас вот такой кубик – это почти для всех 3D-принтеров. Но есть принтеры больших размеров, есть принтеры маленьких размеров. Понятно, то есть они тоже отличаются. Дальше важный параметр – это точности движения по осям. Ну и, собственно, еще температура нагревательного стола. При этом важно отметить, что очень часто вот эта температура нагревательного стола меряется, как говорят, в попугаях. То есть непонятно, в чем ее измеряют. Потому что если взять термометр и поверить, я вообще немножечко занимался еще метрологией, и, конечно же, по 3D-печати первое, что мы сделали, мы проверили все характеристики. Действительно ли поддерживается температура 90 градусов, или там все-таки 90 попугаев. Оказалось, 90 попугаев. То есть на принтере 90 градусов – это у нас в реальности 75 градусов Цельсия. Ну, по крайней мере, на том принтере, который мы собирали, вот я дальше его покажу, пришлось его модернизировать, дорабатывать, чтобы действительно обеспечивать техническую точность измерений. Еще многие дополнительные параметры, из которых важен открытый или закрытый корпус, есть ли циркуляция внутри, то есть поддерживается ли постоянная температура внутри камеры, подсветка, обдув, охлаждение, ну и огромное количество опций, которые возможно там сделать. В том числе есть цветная подсветка, там, когда принтер готов светиться красным, например, вы понимаете, что он сейчас начнет печатать. Теперь, что касается выбора 3D-принтера. Всегда есть два пути. Один путь простой и быстрый, второй путь достаточно сложный и тернистый. Первый путь связан с тем, что вы покупаете готовый принтер, а второй путь связан с тем, что собираете принтер из какого-то комплекта, который сейчас в рынке представлен в огромном количестве. Ну, некоторые из них, там как минимум один комплект, я вам здесь представлю, по соотношению цена и соотношению, сколько действительно в комплект нужно вложить денег, чтобы его собрать. В том числе и времени и сил, конечно же. Первый путь – покупка готового принтера. Сейчас на рынке, вот я уже назвал, например, лидер по точности Ultimaker, второй Ultimaker стоит у нас в России порядка 300 тысяч рублей. Пожалуйста, если у вас есть эта сумма, достоинство, как вы понимаете, быстро, заказали чуть ли не в течение трех дней, вы можете получить уже этот объект, это законченное техническое решение, то есть он в корпусе, он красивый, действительно печатает, уже работает, в основном настроен, то есть вы будете настраивать только, скажем так, подстраивать какие-то моменты, связанные с печатью конкретных объектов. Есть программное обеспечение, в комплекте часто очень неплохое, даже профессиональное иногда идет в комплекте, и, конечно, есть техническая поддержка, но, правда, не всегда она очень качественная. Недостатки дорого, ну, 300 тысяч, все-таки цена достаточно большая по сравнению с комплектами, которые я сейчас покажу. Гарантийное ограничение, то есть вы не можете, например, взять и влезть в прошивку этого 3D принтера, если вас что-то не устраивает. Ну, например, типичное для альтимейкеров, там, соотношение по осям бывает, плывет, нужно это заложить в прошивку. Сами вы это не можете сделать, потому что, в общем-то, как только вы влезли в прошивку, вы теряете гарантию. Дальше требования к расходным материалам, повышенные все-таки предъявляет этот принтер. Ну, сейчас, конечно, это сложный такой вот, сложный недостаток. Да, наверное, можно уже печатать нормальные материалы. Нельзя улучшить, ну, и нет тонкой подстройки, то, о чем я уже говорил. Размер области печати, ну, не готов ответить на этот вопрос. Надо посмотреть, по-моему, порядка 210 на 210. У него область печати, ну, и высоту тоже там порядка 210. То есть сейчас практически все зоны печати идут примерно в этом размере, 200 на 200. Плюс-минус где-то сколько-то миллиметров. В принципе, этого достаточно для изготовления достаточно интересных объектов для цели обучения. В общем-то, большие принтеры. Вот сейчас нам понадобился принтер до 30 миллиметров. Но тут возникает очень много сложностей при изготовлении. Таким путем, собственно, пошла наша, например, школа 3D-печати Московского авиационного института. То есть они заключили договор с производителем отечественных принтеров Пикассо 3D. Готовые принтеры нам поставлены в Московский авиационный институт. И сейчас мы обучаем работе вот с этими принтерами. Небольшой ролик про школу 3D-печати я вам планировал продемонстрировать. Школа 3D-печати является совместным проектом кафедры 904 инженерная графика Московского авиационного института и первого отечественного производителя 3D-принтеров компании Пикассо. Наша школа занимается обучением к созданию полного цикла деталей, начиная от трехмерного моделирования и заканчивая получением готового изделия. В настоящее время аддитивные технологии являются перспективным направлением развития производства в различных сферах, начиная от изготовления прототипов и полнофункциональных деталей и конструкций в промышленности и дизайне и заканчивая производством медицинских протезов. Для того, чтобы узнать полную информацию о нашей школе 3D-печати, заходите на наш сайт 3ddefiz.shkola.rf Вот такой небольшой ролик. Мы обучаем, в общем-то, школьников технологиям 3D-печати. Адрес 3d.shkola.rf Там, как минимум, сейчас размещено два курса, когда школьники могут приехать в Московский авиационный институт, поработать как раз с средой проектирования SolidWorks, создать прототип изделия, ну и распечатать его на вот этом 3D-принтере Picasso 3D. А теперь второй путь, долгий и тернистый. Я вот смотрю уже по времени 12.52, что-то я, наверное, очень тут разговорился. Значит, это сборка своими руками. Сложно, долго, но достоинство первое, дешево. То есть, в принципе, дешевле как минимум в два раза. Любого из прототипов готовых. Дальше. Возможность тонкой настройки. Можно изменять в программное обеспечение. Есть сообщество по сборке. Что называется, добро пожаловать в клуб. Там очень интересно. И дискуссии интересные по сборке. И вообще интересно будет в большей степени собирать 3D-принтер, наверное, преподавателю, нежели школьникам или студентам. Потому что здесь много с чем можно познакомиться. С техническими тонкостями, настройкой и так далее. Конечно, недостатки долго. Как минимум вы потратите, ну, порядка трех месяцев, наверное, на сборку этого 3D-принтера по времени. Нужны технические навыки и прямые руки, чтобы его собрать. Часто нет техподдержки. И практически нет. При этом всегда есть дополнительные расходы. И все придется делать самому. Вот основные такие недостатки. Ну, вот по поводу 3-школы. Можно приехать, напишите мне на контакт. Вопросов нет, все организую. Значит, с этими комплектами самое сложное то, что их всегда надо дорабатывать напильником. Ну, я вот по опыту сборки своего 3D-принтера некоторые моменты постараюсь рассказать. Например, мной был куплен базовый комплект за 19 тысяч рублей. Это Flying Beer или летающий медведь P902. Очень интересный такой комплект. Значит, на тот момент он был самым дешевым и самым точным по соотношению. Как бы цена-качество. Но при этом оказалось, что он не обеспечивает первое нагрева стола заданного, о чем я говорил. То есть у него написано 100 градусов. В реальности это у нас всего лишь 75 градусов. Конечно, пластик отлипает, все отваливается, ничего не печатается. Пришлось докупать вот такую силиконовую грелку, ее наклеивать, тоже проверять, старировать принтер. Благодаря твердотельному реле или семисторному ключу это все прекрасно теперь работает. То, что касается механики. Пришлось доработать, например, механическую часть по оси Х. Добавив натяжитель ремня, качество печати увеличилось, ну, скромно сказать, на порядок. Потому что точность по оси Х тут же выросла. И, в общем-то, углы деталей сразу стали прямыми, как положено. И многие вещи по объектам именно в плоскостях Х или Х стали корректными. В том числе отверстия там и так далее. И единственное, что я не стал делать, это закрывать этот принтер в корпус. Просто мне это не требуется. Для моих деталей я нашел выход немножко другой. Использование теплового щита. И этого достаточно. Но полный комплект с учетом корпуса будет стоить вам порядка 30. При этом следующий этап уставок собрали, модернизировали. Это настройка прошивки. Очень хорошо, что все практически прошивки на базе открытого проекта Ардуино сейчас работают. Кстати, и FarmBot на базе ардуиновской архитектуры сделан. Можно загрузить прошивку Marlin. Это известный проект для 3D принтеров. Ее прошить. И в общем-то поднастроить все, что вы хотите. Вплоть до того, чтобы он там отъезжал как-то перед печатью. Устанавливал нужное положение головки. Ну и температуру нагревал определенным образом. То есть практически все, влезая внутрь прошивки, можно настроить. Ну я действительно настроил себе принтер. Он у меня теперь работает так, как мне хочется. Причем процесс совершенствования бесконечен. Сейчас появились, например, платы Румба, которые позволяют ставить вам многоцветный экструдер. Вот здесь вот картинка проведена этого многоцветного экструдера. Сейчас мы его как раз смотрю, тестируем. Вот у меня в руках этот экструдер. Значит вопрос связанный с системой охлаждения. Необходимо решить, как охлаждать его, как с ним работать и так далее. Электроника, в том числе экран, например, можно сделать графический. На принтер себе я установил светаловое стекло. То есть это единственное достоинство этого стекла в том, что оно имеет определенный коэффициент температурного расширения. То есть оно не нагревается при нагреве и охлаждении, оно сохраняет размер. Это очень здорово, потому что когда все охлаждается, деталь теряет в размере и быстро отваливается от стекла. То есть не надо использовать ни клея для АБС, ни каких-то там других агентов, клеящих. Некоторые используют темное пиво, например, для приклеивания объекта к столу, что очень забавно. Сам использовал действительно клей. Но от этого в итоге отказался. И сейчас использую вот это светловое стекло. Теперь что касается настроек 3D-печати. Ну, настройку, это лично мои рекомендации. Конечно, поднастраивать приходится всегда при 3D-печати. Из-за этого, в общем-то, пока это в большей степени даже бывает иногда искусством, нежели какой-то технической такой частью. Первое, что надо настроить, это экструзию. То есть когда подает принтер руток на сопло, то есть начинает уже доплавлять на материал, он его подает через охладитель. Или вот здесь вот есть охлаждающая часть. И нагревательный блок. Для того, чтобы он подавал заданный объем пластика, нужно настроить движение этого моторчика. Практически всегда. Но и в том числе и в готовых принтерах нужно поднастраивать это. Делается это просто с помощью вот такого штангеля. Меряется размер прутка, прогоняется он, и вносится поправка в прошивку. Вот как раз, если вы собираете принтер сами, вы можете все это вынести. Если же нет, вам придется вызвать специалиста, который вам это настроит. Второе, это линейные размеры. Для технической печати это очень важно, потому что часто окружности не имеют те размеры, которые нужны. Изделие усаживается по всему объему, то есть оно теряет в объеме, и при этом, естественно, изменяются и размеры. Минимально что можно сделать? Можно на пластике ПЛА настроить вот по такому тестовому кубику настроить линейный размер. Это первая настройка. Дальше, конечно, настройка будет еще проводиться на брусках с высокой длиной и с конкретным пластиком. То есть надо понимать, насколько он усаживается. Исходя из этого, вы уже дальше сможете выбрать наполнение детали, сможете выбрать все другие характеристики, которые задаются в флайсере, то есть в программе, которая нарезает вам вашу деталь для печати. Следующая – скорость и ускорение. Очень важная настройка. Основное здесь, конечно, правило, чем ниже скорость, чаще всего тем выше качество. Практически всегда. Я говорю о скорости печати. Скорость перемещения надо ставить максимально всегда. Потому что пластик, он течет, он подвергается силе гравитации, естественно, он стекает в сопле, ну и, конечно же, вы получаете иногда некачественные объекты из-за этого. Перемещаться надо как можно быстрее. Но скорость печати стандартная – это порядка 100 мм в секунду. Первый слой печатается медленнее, для того, чтобы он прилип к детали. Сам принтер тоже может настраиваться, там настраивается ускорение, скорость, но это очень такие технические подробности. Я бы не хотел на них останавливаться. Отмечу, что, скажем, при настройке, вот я печатал для себя такой вот бокс для всякой мелочерки, это гайки, болтики там и так далее. Вот его печать заняла 18 часов. То есть 8 часов – это сам бокс из 5 таких ящичков и оставшиеся примерно где-то еще 10 часов на каждый ящичек. Причем, чем больше вот этих секций внутри, вот этот самый большой 16 секций, тем медленнее, конечно же, печатается. Чем выше вы поднимаете скорость, тем меньше, конечно же, времени печати. А это очень важно. Для FDM пока сейчас эта технология очень медленная, надо иметь большое время для распечатки. Чаще всего печать запускается, вы уходите и приходите где-нибудь, там раз в 2 часа проверяете этот принтер, как он работает. Потому что, к сожалению, бывают некоторые вопросы. Следующее – это настройка температуры. Здесь уже настраивается под филамент, то есть вот под этот пластик, который вы используете. Значит, здесь для этих целей используются такие вот интересные шаблоны. И эти модели, кстати, есть по тем ссылкам, которые я там привел ранее. Можно скачать, настроить принтер таким образом, что он будет печатать вот эту башенку с разной температурой. И при этом выбрать, где же получилось лучшее качество. Здесь, кстати, следует отметить, что температура сопла, которую выводит сам принтер, это не всегда реальная температура пластика. То есть надо понимать, что все-таки чаще всего есть погрешность плюс-минус 5, иногда 10 градусов. Ну и, в общем-то, чаще всего вот эта же часть находится экспериментально. То есть печатается такой шаблон, и дальше вы понимаете, что для этого вида пластика можно использовать эту температуру. Следующее – это ретракт, так называемый, или обратное движение. Когда вы печатаете детали или объекты сложной формы, иногда возникают вот такие. Дефекты – это нити, паутины и тому подобные объекты. Значит, они связаны с тем, что пластик подвергается силе гравитации и постепенно при перемещении вытекает из сопла. То есть вы же не можете остановить его движение. Вы можете только подавать его в сопло и немножечко иногда двигать нить обратно. Это, так как сопло не герметичное, то, собственно, ретракт – это не совсем движение пластика обратно. Это некое такое воздействие, которое позволяет вот эти дефекты убрать. Настройка ретракта – это отдельная тема. Отстраивается по специальным шаблонам. Иногда не работает потом на других объектах, которые вы печатаете. И часто бывает приходится корректировать под конкретную модель, уже в слайсе. Еще отмечу некоторые особые режимы печати, которые можно использовать. Например, если вы печатаете какие-то вазы, для этого есть специальный режим спирализации. То есть сопло будет идти по спиральной линии и заполнять фактически всю вазу единой нитью. Очень интересный режим, позволяет получить красивые ажурные вазы. Дальше всякие мостики. Например, здесь на модели можно увидеть, что внизу пластика нет. Значит, принтер должен как-то быстро пробежаться с облом и создать вот такой мостик. Для его тестирования как раз вот этот шаблон здесь приведен снизу, такой образец для тестирования. Настраивается это все в слайсере и позволяет это сделать. Еще, когда печатаются детали с острыми краями наверх, например, то пластик не успевает остыть. Для этого используется обдув, увеличение время слоя и другие режимы. То есть, для каждого изделия, вот почему все-таки 3D-печать пока еще ближе немножко к искусству, такому техническому, значит, приходится подбирать эти режимы индивидуально. Потому что, скажем, в данном случае вот эта верхняя часть, если вы не включите обдув, она просто расплавится и будет представлять из себя что-то типа расплавленного пластика. Еще из особых режимов печати, ну вот, например, ту технологию, которую я упоминал, я ее использую, это тепловой щит. Он печатается вокруг модели и позволяет снизить теплообмен радиационный и конвективный со сторон вот этой модели. Позволяет тем самым достигнуть целостности модели, потому что для крупных моделей одна из проблем для АБС-пластика вот здесь возникает послоевое растрескивание. То есть, когда он начинает остывать, у вас все прекрасно, когда печатается, но как только начинает остывать, она начинает трескаться и разваливаться. Позволяет тепловой щит равномерно охлаждать эту деталь, ну и, собственно, достигать высокой точности. Вторая технология здесь использована, это вот такие поддержки. То есть, так как здесь есть, вот в данном случае, это отверстие под слот для USB карточки, для CD карточки, значит, чтобы оно получилось ровное, можно, конечно, использовать мостики, но все равно будут следы от нитей на вот этой верхней части. Есть поддержки, то есть, можно включить поддержки, настроить их параметры так, чтобы они поддерживали этот материал, и вы получите эту поверхность достаточно качественную. Но надо понимать, что от поддержек остаются следы, которые надо удалять. Плюс, кстати, еще все-таки 3D-печать дает не финальное качество изделия. Еще приходится иногда обрабатывать вот эти поверхности, ну, либо наждачной бумагой, либо их красить специальными красками для ABS-пластика, либо наносить на них различные растворители. Вот, например, там очень часто используют такой подход, интересная цитоновая баня называется. Берут это изделие, ведро с цитоном, организуют там циркуляцию, и пластик немножечко подплавляется на краях, получается гладкая, красивая поверхность. Но проблема в том, что все на глазок, очень сложно, и вообще реализовать такой объект, такой, скажем так, техпроцесс довольно сложно. Хотя есть на Кикстартере ряд проектов, которые уже, в общем-то, на выходе позволяют как раз для 3D-печати повышать качество модели. Программа слайсера. Самый популярный слайсер, ну, по крайней мере, из тех, которыми я пользуюсь, это Кура. Значит, в ней можно загрузить 3D-модель, запустить слайсинг, и она вам сделает программу для 3D-принтера готовую. И параметры настраиваются вот здесь. Здесь настраиваются скорости перемещения, заполнение пластиком, потому что, как правило, модель не полностью заполняется пластиком. Если вы ее 100% зальете пластиком, то из-за температурной усадки она просто растрескается. Чаще всего для ABS пластика, например, наполнение 20-30% считается допустимым и оптимальным. При этом внутри получается композит. То есть у вас вот эта поверхность, она внутри имеет сетку из воздуха и пластика. Ну, естественно, это сказывается в том числе на прочности, и это надо учитывать при расчетах этих изделий и этих деталей. Важным еще является расположение, соответственно, детали. Например, ее можно расположить было бы еще и горизонтально, повернув на 90 градусов, но при этом, как вы понимаете, вот эту всю плоскость пришлось бы заполнять поддержкой. То есть вы израсходуете лишний пластик, это первое, и вот на этих гранях получите плохое качество изделия. Поэтому еще важным является и расположение определенных объектов. Для простых корпусных деталей все более или менее понятно, а вот для сложных объектов, я покажу сейчас штуцер, который мы опечатали, там не штуцер, а переходник для системы как раз полива. Там есть сложности по расположению этого переходника так, чтобы он работал так, как нам это требуется. Вторая программа, которую мы пользуем репетируем, например, в ней тоже можно располагать объект, выполнять его нарезку на слои, задавать настройки, ну там вот есть такая вкладочка слайсер, которая позволяет задавать настройки. Этих программ, вообще слайсеров, огромное количество, в том числе, кстати, в моей разработан свой слайсер есть, для коммерческих целей, но в основном, правда, для коммерческого применения, для печати объектов из металла и из фотополимера, вот вроде как протеза для зубов, также печатается из фотополимера. Собственно, вот для них есть свои слайсеры, разработанные отдельно. Эти же, которые я здесь показал, они бесплатные, их можно скачать в интернете, с ними можно работать, ну я рекомендую Кура, потому что в ней очень много настроек, и почти все на любой вкус есть. Теперь некоторые особенности печати, о чем я говорил. Вот, например, мы печатали такую деталь, это короб, в который убирается проводка, он внутри пустой, но очень длинный, высокий. Значит, на конце этого корба мы получили вот такие дефекты, я думаю, видно их. Значит, пластик ложится неровно, между слоями есть вот такие темные полосы, ну и вообще поверхность вот здесь, вот здесь, вот такая вот неровная. И связано это с тем, что сама деталь имеет жесткость, определенная опечатающая головка, которая втирает, как бы, в нее пластик, наплавляет в нее пластик, на нее воздействует. И на высоте где-то 200, ну здесь порядка где-то 210, по-моему, миллиметров, уже жесткости оставшейся вот этой части не хватает, чтобы удержать деталь в нормальном состоянии. Она начинает перемещаться, вот так вот изгибаться, и, в общем-то, из-за этого мы не получаем должного качества. Пришлось делать составное, вот здесь добавили отверстие, сделали еще одну деталь, защелку специальную, и сделали составные детали, там по 200 миллиметров, где качества хватает, и двух составных деталей реализовали объект. А дальше вот этот вот тройничок такой для системы полива, здесь требование основное, это герметичность. Наполнение пришлось ставить 100%, и, например, расположение этого тройничка, оно при печати уже расположено вот таким вот образом. То есть слои по оси Z, вот этого оси Z, печатаются вот таким вот образом. Это позволяет достигать герметичности. Если же вы напечатаете ее в любом другом направлении, то у вас между слоями могут возникать щели, и это связано как раз с температурной усадкой, и при этом вы качества нужного не достигнете. Ну, еще некоторые примеры дефектов 3D-печати, которые я здесь привел, это вот, например, отклеивание от платформы. То есть вот здесь деталь отклеивается от платформы, из-за этого не соблюдается режим печати последующих слоев, и мы получаем вот такие вот штучки, там видно в край детали, то есть слои как бы бугристые, выпирает деталь, ну, пластик, в общем-то, лишний выпирает из детали. Это некрасиво, не обеспечивается геометрия, ну, и, в общем-то, такая деталь не нужна. Вот здесь слева последняя деталь, которую я недавно печатал, позавчера всего лишь, это корпус для нового контроллера. Да, вот он напечатан, здесь можно регулировать. Вот такое вот финальное качество можно достигать при, в общем-то, правильных настройках печати. Сейчас готов ответить, наверное, на ваши вопросы. Да, у меня материал, тот, который я подготовил, закончился наконец-то, я немножко перебрал время. Постараюсь ответить на ваши вопросы. Так вот, вкладка вопросов у меня желтенькая. Дистанционное обучение с помощью 3D-печати. Ну, на самом деле, интересная тематика, я сам об этом уже думал, о дистанционном обучении 3D-печати, но здесь все-таки нужно, чтобы сам объект физически был у того человека, который учится. Потому что если вы не печатаете, не чувствуете, то сложно. Педагог посылает информацию на принтер, находящийся в аудитории, ну и, собственно, манипуляции с объемными пособиями и так далее. Ну, здесь, понимаете, сложность в чем? Вот они создадут объекты, мы так работали со студентами. В итоге, на самом деле, де-факто я не смог напечатать ни одного объекта сразу, готовым, который создали студенты. Почему? Потому что всегда приходилось им писать ответные письма и писать о том, что они не соблюдают либо размеры, либо они не учитываются какие-то параметры внутри при конструировании изделий. А финальный объект в итоге получался все равно путем нескольких итераций со студентами. То есть, ну, как минимум, пять итераций проходят до того момента, как они получают финальный объект. Можно, конечно, попробовать с точки зрения азов в 3D-печати, но дистанционно это очень сложно. Все-таки эта технология такая, которую нужно пощупать, понять, как она работает и дальше использовать ее в проектах. Причем не всегда именно эта технология будет той, которая действительно нужна. Следующее, что здесь. Нужно учиться делать самим важные детали. Ну, я немножко не понял, что такое важные детали. Детали, ответственные детали, которые печатаются на 3D-принтере, вот, например, те же самые шестерни, печатающиеся из нейлона, их можно печатать. В общем-то, есть готовые технологии, как это делается, как они моделируются. Для того же в SolidVox есть настройка, соответствующий гиртрейн, например, которая позволяет вам создавать любые шестерни. Но надо понимать, что есть некоторые ограничения при 3D-печати их из нейлона. Когда вы печатаете, есть первая усадка, потом нейлон очень медленно застывает, то есть вам нужно определенный температурный режим подбирать. Ну, ответственные детали делаются из этого. Делаются детали насосов, помп различных перекачивающих, то, что я видел, как минимум, несущие различные рычаги, для, скажем, для коптеров, нам даже достаточно АБС иногда по прочности. В принципе, нейлон тоже может использоваться. Какой материал лучше использовать для передачи максимальной детализации изделия? Для максимальной детализации изделия лучше использовать ПЛА. Почему? Потому что он имеет маленькую усадку. В общем-то, вы его можете наносить довольно тонкими слоями. Вот на ПЛА, как я уже говорил, слоя мы достигли там порядка где-то 50 микрон, примерно, плюс-минус. Дело в том, что вот эта толщина слоя, она все-таки тоже несколько абстрактная величина. 50 микрон в процессе печати это не 50 микрон, когда изделие остынет. То есть, надо понимать, что если вы хотите достигнуть определенной точности по слою, это надо долго и упорно настраивать. По размерам для мелкой детализации это различные салт-датики, игрушки, вот тот же самый миньон, который я показывал сегодня. Здесь это, конечно, ПЛА, ему нет равных в этом смысле. То есть, из него можно это печатать, дальше можно это все раскрашивать. И, кстати, профессиональные разработчики стендов различных, моделирующих поезда различные, технические объекты, они печатают именно из ПЛА. Ну и плюс это еще и такой вроде как экологически чистый материал, хотя тоже все-таки пластика тоже выделяет при печати вредные вещества. Так, те детали, которые вам приходилось покупать. Ну, мне приходилось очень много чего покупать. Как минимум, это электроника, причем широкий спектр, это операционные усилители, микросхемы, компонентная база. Дешевле, к сожалению, в Китае значительно, потому что у нас в основном перекупщики. Из датчиков, в основном, это датчики ардуиновского проекта, то есть ардуина и платы ардуина. Плюс мы использовали промышленные датчики, но тоже почему-то оказывается, что дешевле купить в Китае. Пожалуй, из таких технических проектов мы покупали манометры у нашего Элемира. Это в Зеленограде. Хороший завод, хорошие манометры, прекрасно работают, но это для, пожалуй, не для учебных проектов, а для технических уже приложений, для конкретных объектов автоматизации. Это у нас был стенд по продувке лопаток газовых турбин. Что еще? Ну, конечно же, пластик приходится покупать, конечно же, приходится еще расходные материалы, некоторые для принтера покупать. Например, тот же самый клей, несмотря ни на что, для объемных деталей он иногда требуется. Хотя можно использовать канцелярский клей, главное вопрос состава. То есть это должен быть белый клей, вот сейчас продают прозрачный клей, он не годится. Нужен белый клей, который долго сохнет. Он прекрасно приклеивает детали, великолепно работает. Лак не рекомендую, так как он для адгезии, в общем-то, ну, дело в том, что он засоряет принтер, причем очень здорово. Что еще приходилось покупать? Ну, на самом деле, покупали много чего. Так вот, на скидку, кое-что перечислил. Все это по проектам студентов, например, по-хорошему, как я это вижу, должен быть фонд у каждого студента определенный. Ну, например, у меня, у студентов, которые реализовывали проекты, был фонд 5000 рублей. Они должны были в него уложиться. Все, пожалуйста. Они могут заказывать где угодно, покупать как угодно и так далее. К сожалению, в рамках нашего законодательства, законодательства, учебного процесса закупок, организовать это практически невозможно. Поэтому приходится это все покупать за счет собственных средств. Ну, какие еще вопросы будут, коллеги? Пока вопросы у меня здесь вкладочка иссякла. Смотрю общий. Спасибо за интересный вебинар. Ну, собственно, жду тогда ваших предложений. Если кого-то заинтересовала школа 3D-печати, пожалуйста, пишите мне. Если кого-то заинтересовала лаборатория аддитивных технологий, то есть интересует печать из металла, тоже пишите, свяжу с соответствующими людьми. Ну и по поводу дистанционного обучения 3D-печати тоже можно обсудить, но надо конкретизировать идею, целевую группу, кого учить, чем учить и зачем. Наверное, у меня все. Павел, вы с нами. Да, коллеги, я возвращаюсь в эфир для того, чтобы поблагодарить Петра и всех наших участников. Сегодня получилось хорошее обсуждение. Несмотря на то, что тема совсем не такая виртуальная, привязанная к конкретным объектам, конкретным деталям, наш сегодняшний вебинар получился достаточно интересным. Не достаточно, а просто очень интересным. Я как бывший технарь, скажем так, с удовольствием это все послушал и принял к сведению. Да, конечно, когда начинаешь все эти красивые технологии рассматривать уже досконально, понимаешь, что мастерство никогда не лишнее. И технология вещь достаточно серьезная. Всегда надо знать применимость, ограничения и так далее. Я думаю, что те, кто сегодня принял участие в вебинаре, тоже получили некоторую информацию, по крайней мере, предварительную, для того, чтобы либо самим начать это каким-то образом заниматься, либо приехать к Петру, посмотреть, что и как. Ну что ж, я с удовлетворением заканчиваю наш сегодняшний вебинар. Напоминаю, что у нас почти каждый день проводится вебинар. Почти каждый день к нам приходит кто-то очень интересный и рассказывает для вас совершенно новые интересные вещи. Приходите на вебинары Директ Академии, не пожалеете. Каждый день мы вас ждем в эфире Директ Академии. Всего хорошего, до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...